Мы говорим с политологом Олегом Лесным, который присоединяется к нашему эфиру. Олег, рад приветствовать. Взаимно. Скажите, пожалуйста, позиция Соединенных Штатов Америки относительно членства Украины в Североатлантическом Альянсе. Изменилась ли она? Смотря с какого периода. Ну, давайте с того периода, когда такой вариант, если и рассматривался, то исключительно в кулуарах или где-то в частных беседах, до момента, когда это стало обсуждаться во всеуслышание. И представители Соединенных Штатов Америки, и представители Белого дома неоднократно заявляли о том, что да, конечно, место Украины в НАТО, но когда? Это большой вопрос. Действительно, этот вопрос, он актуален, но он в плане обсуждения был всегда в Америке. И не только в Америке. И мы знаем, что застрельщиками, в плохом смысле этого слова, наших амбиций в плане НАТО, это были всегда, ну, за последнее время, когда было время принимать решения, это был и тандем, и трио, но в этом и трио, и тандеме было всегда Соединенные Штаты. Мне кажется, что они сами себе нарисовали красную линию пресловутую. Это же слово, от которого уже, наверное, каждого украинца тошнит, потому что красные линии, они практически везде. Мы уже устали их перешагивать и показываем своим примером, что это не страшно. Но проблема в том, что очень тяжело перейти красную линию, когда сам себе нарисовал. Вот Соединенные Штаты себе нарисовали, что вот этот вот шаг может закончиться втягиванием условно Украины, то есть не Украины, а членов НАТО и Соединенных Штатов в том числе, в войну. Но наш президент заявлял неоднократно, что мы прекрасно понимаем, что до завершения войны мы, скорее всего, не сможем вступить в НАТО. То есть мы демонстрируем свою готовность подождать, но нам нужен сигнал. И не сколько нам нужен, по большому счету, сколько России, чтобы Россия понимала четко, что уже начались необратимые процессы. Сейчас она не слышит этого. И что происходит? Вот давайте берем просто логику Путина. Пока я воюю, Украина не в НАТО. Но оно перекликается чем-то с тем тезисом, что я озвучивал. Но подталкивает Россию продолжать атаки, пугать Запад. И удивительно то, что Запад сам себе это нарисовал и сам этого боится. Мы видим вот все вот эти утечки последнего времени о том, что якобы Путин, ну не только утечки, и Путин и сам, а там же вот этот мирный план в кавычках озвучивал, они допускают даже то, что они не против того, чтобы мы вступили в Евросоюз. Но их очень страшит НАТО. Так я думаю, вот если бы на Западе подумали, вот просто сели без эмоций дополнительных и поняли, что Путин этого боится. Значит, это надо сделать. Но логика, к сожалению, в больших кабинетах того же Вашингтона, она другая. Она, мне кажется, очень ошибочная на данном историческом моменте. Но правильна ли постановка вопроса непосредственно то, о чем говорил, например, президент Зеленский? Окей, либо пригласите нас в НАТО. Это не полноправное членство в Североатлантическом альянсе. Это лишь приглашение, но тоже сигнал. Больше конкретики, чем до сих пор. Либо дайте нам достаточное количество оружия и разрешите нам применять его вглубь Российской Федерации по военным объектам, по сути дела, которые представляют прямую явную угрозу для мирных украинских городов и населенных пунктов. Правильно ли так ставить этот вопрос? Я думаю, что на нынешнем этапе это единственно правильное решение. Но опять же таки, я слушателей разочарую, мы упираемся в очередную красную линию, которую себе Запад нарисовал, нечто по центру России можно бить. Но дело в том, что, наверное, не только можно и нужно, потому что, вот я сейчас не вспомню, то ли Блинкен, то ли кто-то из Госдепа сказал замечательную фразу, которая, в принципе, где-то меня даже и устроила, что Украина может вступить в НАТО после победы. Вот так замечательно. Если вы артикулируете такую формулу, то давайте поступим так. Вы дадите необходимое количество в необходимое время, как президент в своем интервью тоже одному говорил, что нам всегда как-то оно опаздывает, в необходимое количество оружия в нужный момент. И просто закройте глаза на красной линии. Просто отвернитесь в тот момент, когда мы будем решать этот вопрос. И, по большому счету, вы знаете, и мне вот это вот бесит, наверное, другого слова я подобрать и не хочу, и не буду, что Запад не использует, совершенно не использует оружие Российской Федерации. Я сейчас говорю о гибридном оружии, нас там нет. Ну вот смотрите, вообще логика вот этих красных линий мне вообще непонятна. Почему? Потому что Коношенков, если не ошибаюсь, его фамилия, он уже сколько раз озвучил то, сколько американского, британского... Да-да-да, именно Коношенков. Это тот человек, который, ну, вероятно, своим же взглядом, как минимум своим ртом сбил уже несколько десятков F-16, которых в Украине еще по мини не было. Но, да, это он. Сейчас я об этом и говорю, что на самом деле в сознании россиян американская техника уже давно бомбит, ее сбивают, ее там захватывают в плен каких-то там наемников и так далее. Это все уже есть. А в России просто, когда оно есть в телевизоре, оно есть. Поэтому я не понимаю, что если просто помочь Коношенко, Коношенкову, наверное, правильно так, ударить ракетами там в Подмосковье по бояным объектам, об этом уже говорилось, что туда долетают эти ракеты и все сбивается. Но почему нельзя использовать гибридное оружие? Например, мы, допустим, использовали, и весь мир, договорившись, говорит, а мы не знаем, это не наше. Ну, докажите. Вот как помните, в Польшу упала ракета российская? Весь мир согласился, что она не российская. И это выглядело некрасиво. И где-то, наверное, и нам, мы опустили глаза, наверное, потому что нас попросили. И все. То есть прецеденты есть. Почему их не использовать на нынешней ситуации? Непонятно. А вот сам кейс НАТО, да? Ну, хорошо. Если вы хотите, чтобы мы победили, дайте нам победить. Если вы не готовы нас брать, объясните причины и нарисуйте перспективы. Потому что вот эти размытые формулировки, что вот Украина еще не готова. А что такое не готова? Или мы еще не готовы? А что значит вы не готовы? У каждого не готовы есть 1, 2, 3, 4, 5 пунктов, да? Может, 10, может быть, 100 их. Но назовите их, чтобы мы прекрасно понимали, что вот эти открытые двери – это 10 пунктов. Мост – это 5 пунктов. А то получается, как в компьютерной игре, вот этот мост, который крутится, знаете, как дети играют. Ты идешь по мосту, не знаешь, куда он ведет. Вот, наверное, это неправильно по отношению к нам. Но продолжает играть, продолжает смотреть. На самом деле, опять же таки, передвинув к России границы НАТО, условно, да? Приняв два государства, которые вообще не собирались никогда вступать в НАТО, тут раз и вступили. Не страшно было? Наверное, нет. А Украина – это потому, что для Путина вот эта НАТО, она болит больше всего. Нет, так не получится. Тут вот смотреть на Россию, бояться, не бояться ее, и за это гибнут конкретные украинцы, и рушатся конкретные города. Но это так себе решение, на самом деле. Ну да, тут интересно, что все это происходит в контексте, скажем, недавних заявлений Антони Блинкина, госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Он, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, заявил следующее. Я сейчас процитирую, плюс несколько цитат также скажу из этого выступления отдельных. Например, что такое, у госсекретаря спросили, что такое для них успех Украины, для Соединенных Штатов Америки, успех Украины. Он ответил следующее. Для нас, думаю, успех очень понятен. Это Украина, которая является сильной, успешной страной, успех успешный, но окей, которая все больше интегрируется с Западом, страна, которая может стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Также, по словам Блинкина, Соединенные Штаты проводят политику, которая обеспечивает движение Киева в этом направлении. Он пояснил, что в военной плоскости Украина вынуждена бороться с агрессией Российской Федерации, в чем ей помогает коалиция из многих стран. Также очень важно, чтобы Украина разбивала способности сдерживать и защищаться от агрессии в будущем в течение многих лет. Президент Байден возглавил усилия, направленные на то, чтобы более 30 стран согласились заключить двустороннее соглашение о безопасности с Украиной в течение десятилетия. Также Блинкин заявил о том, что сближение между Украиной и Европейским Союзом тут важный момент является важным шагом, относительно НАТО. Так вот, он сказал, что есть такая программа, точнее, будет такая программа в долгосрочной перспективе, которая называется «Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины». Страны-члены НАТО сейчас обсуждают идею генсека Йенса Столтенберга по плану финансирования на 40 миллиардов евро в год для Украины, хотя некоторые союзники остаются скептически относительно этого. Но это уже так. Отдельная информация, вырванная из контекста и совершенно не из заявления Блинкина, тем не менее, она отвечает действительности. То есть, план, некий план или некое четкое видение Украины, окей, не настолько четкое, относительно размытое видение Украины все-таки в Соединенных Штатах есть, но как им удается совмещать вот это видение успешной Украины с конкретными действиями, которые сейчас не предпринимаются или скорее не предпринимаются? Как считаете? Ну, видение, конечно, нам тяжело залезть в голову любому политику, тем более ту политику, которая мыслят глобально, то есть может видеть картину как-то по-другому, нежели я, скажем так. Но я здесь не увидел в основном, чтобы быть вот этому всему, нужно, чтобы Украина выиграла. Чтобы она стояла на ногах, чтобы она была демократичной, развита там во всем. Он еще забыл про коррупцию сказать, потому что у нас же коррупция самая страшная в мире, больше нигде такой нет. И это нам навязывают тоже. Ну да, она есть, но не в таких масштабах. И здесь опять же таки, то, что мне не нравится, я, наверное, уже у вас в эфире неоднократно об этом говорил, что во всех вот этих даже договорах или соглашениях, которые мы подписали, их уже 17, наверное, или уже даже 18, вот там есть вот этот момент, что готовы нам быстро помочь в случае следующей войны с Российской Федерацией. Я понимаю, что это как бы навязанная нам, ну, предполагаю, я достоверно не знаю, формулировка, потому что на самом деле Россия не должна после этой войны остаться опасной. Потому что если она останется опасной, то война начнется очень быстро. И такие наши перспективы вступить в НАТО будут всегда оттягиваться, потому что Россия на нас будет периодически нападать. Но это неправильно, потому что Россия это больше, нежели страна, напавшая на Украину. Это страна, которая взяла и своим вот этим, не знаю, хвостом непокорного мула или кого-то там осла разбила полностью международное право. Когда мне сейчас рассказывают, что оно сейчас существует и не право, оно же существует. Где оно существует? В кейсе по Украине. Вот где оно существует? Кейс Украина-Россия. Где оно существует, например, ООН и Россия. И война против Украины. И так далее, и так далее, и так далее. Где оно существует, когда, например, Россия подписывает соглашение с Северной Кореей, блокирует санкции в отношении Северной Кореи по ядерной программе и фактически обходит санкции, которые, о боже, само НАТО, само НАТО, ООН вводилось, да? И мониторингу ООН. Все, полетело в штаб Тарары. Поэтому вот это мягкотелость. Я понимаю, что дипломаты их так специально учат, чтобы они могли сказать что-то, чего-то много, но не конкретно, чтобы каждый там нашел что-то такое. Нет, на самом деле украинский кейс показал, что хватит уже играть в этот этикет. Когда идет война, нужны простые решения. Действительно простые решения. Вот Трамп там демонстрирует свои простые решения. Ну, ок, да, он напугал весь мир и все начали готовиться к войне, начали готовиться к тому, что вдруг вот Трамп придет в власти. Мне кажется, сейчас, знаете, вот парадоксальная мысль, мне кажется, что, например, Запад боится Трампа больше, нежели Путина. Вот они сразу начали готовиться к тому, что он там вот это будет делать. А к тому, что Путин нападет, начали готовиться, но попозже. Или не все верят в это. Поэтому инфантилизм, который, я бы сказал, вот с обамовских времен в отношении Украины начался, да, и он не заканчивается, если мы берем кейс Соединенных Штатов. К сожалению, я пока что не вижу вот шагов и решимости, ну, вот этой пресловутой политической воли всего Запада как-то решить русский вопрос. Не украинский, не украинский кризис. Надо об этом забыть. Нет, русский вопрос надо решить. Потому что именно она на нас напала, а не мы на нее. Да. Сегодня вообще много различных событий происходило. Можно сконцентрировать внимание, акцентировать внимание на одном из них. Это визит венгерского премьера в Киев. Изначально не анонсирован, но понятное дело, что об этом визите стало известно буквально там за несколько часов до того, как он состоялся. Он состоялся все-таки. Орбан встретился с президентом Зеленским. Они обсудили множество вопросов, после чего была общая пресс-конференция, на которой Орбан, среди прочего, сделал заявление или предложение даже Украине. А почему бы вам не остановить сейчас, прекратить огонь? Прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Российской Федерацией. Ну так, в обход всех предложений, которые звучали до этого, в обход правил здравого смысла и так далее. Давайте, делайте это сейчас. Без этого заявления визит Орбана, как вы считаете, мог бы состояться? Вы знаете, во-первых, я считаю, что вокруг этого визита слишком много конспирологии. Одни говорят, что он приехал эмиссаром от Путина для того, чтобы привести Зеленскому что-то, какие-то видения. Другие говорят, что нет, это вот именно вопрос меньшинств определенных нашей Украины, имею в виду, венгерских. Мне кажется, что это визит, если не под принуждением ЕС, где сейчас скажем так, до полгода будет главным Венгрия, то это вот как бы его подтолкнули к тому, что демонстрируй, демонстрируй на самом деле конструктив, потому что ты уже всех достал. Может быть, мне это так показалось, но, во-первых, я не вижу здесь прорывных решений, может бы мы их не видели и не знаем, да, на самом деле, может оно там через некоторое время появится, но мне кажется, что это вот, я бы сказал, это визит вежливости, так корректно, да, и он сюда запилил тезисы, которые нужно там своему другу из Кремля, да, сказать, но и для европейцев он показал европейских лидеров, что видите, мы можем быть и пушистыми, и белыми, мы можем вот общаться, можем улыбаться, можем приехать даже в Украину, вот, ну, я так это смотрю, потому что, ну, опять же таки, я не знаю, вижу вершину айсберга, я бы так сказал, и она в моем понимании такая, а вот что внизу происходило, ну, узнаем со временем, сейчас ничего долго утаить не получится, хотя, знаете, вот эти миротворцы, которые, ну, в кавычках, периодически к нам заезжают и что-то, или звонят, или пишут, или заезжают, ну, собственно говоря, это неплохо, мы показываем, как государство, что мы готовы выслушать всех, мы открыты к пропозициям, я скажу, на Украине, да, в Украине, но мы делаем свое, мы четко определили, как мы видим это все развиваться. У нас есть своя формула мира, она подтверждена на саммите предыдущем, да, мира, извините за эту автологию, многими участниками, ее фактически принимают как основу, вот на этой основе нужно и строить все, а мне кажется, Орбану надо сейчас сесть, вот когда я его слушал, извините, так вот, не совсем оно корректно, мость в голове сформировалась, вот садись и лети к Путину и рассказывай ему, пускай он прекращает огонь. Не мы же начинали, давайте так определимся. Ну да, раз уж на то пошло, это предложение нужно действительно озвучить в первую очередь этой российской стороне, которая незаконно развязала войну против Украины и пытается сейчас, ну, по сути, проводить здесь политику геноцида и все их действия уже охарактеризовали официально как политику геноцида. Спасибо вам большое, Олег. Просто в дополнение к нашей беседе есть еще короткая информация, которая будет весьма полезна для размышления наших зрителей. Венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто провел телефонный разговор с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Это происходило в то время, когда Виктор Орбан находился в Киеве. Ну, в общем, о многом тоже, наверное, говорит, хотя это тема для отдельного обсуждения. Спасибо большое. Политолог Олег Лесный присоединялся к нашему эфиру. Главные события Украины и мира Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин